Я читаю русские и американские новости, но они чаще всего между собой в предстоящих группах. Как вы делаете лотую середину? Ну, для зрителя или для журналистов? Для зрителя. Значит, для зрителя, ну, во-первых, золотой середины не бывает. Середина скучна, она не золотая. Середина довольно скучная, скучная, вялая, пресная. Потому что, скажем, мир разделен между теми и теми красными, белыми, желтыми, зелеными, голубыми, розовыми. В первую очередь между мужчинами и женщинами. Две крайности – это есть мужчина и женщина. И пока они есть, все хорошо. А между ними ничего, между ними как так? Есть. Ну, нет, между ними нет ничего. Нет, только середины. Золотая середина – это вот боже сексуализм, который нас призывает в Европейский Совет. Ну, мне это не очень нравится. Как золотая середина и альтернатива в битве полов. Пускай лучше будет битва полов. Ну, пять полов. Да уже пять, да? Ну, шесть еще. Козы. Козы. Знаете, что сейчас уже, уже это самое, может, селиться товарища и гостейницы, да, там, специально. А я говорю, а с козой можно? А почему нельзя с козой? Ну, вот он говорит, а я вот этих людей. Я говорю, а я не указываю на тебя. Я не знаю, почему нельзя с козой? Мне почему-то европейцы обездают, нет, у этого слишком. Я говорю, что слишком. Вообще слишком. Вот. Нет, а потом, что я хочу, вам какое-нибудь английское будет интересно. Я думаю, что козы согласны, кстати. Может, в Перу там это очень у них распространено. Ну, вот на Кавказе у нас очень у них распространено. И козы, по-моему, не против. Вот. Это самое. Знаете, что я придумал для себя? Нас же опять, наверное, в лингвистике обманывают. То есть, смотри, они придумали слово. То есть, раньше была, как называлась, пидерастия, там называлась уже ложество. Сейчас придумали. Нетрадиционная сексуальная ременция. Скажите, пожалуйста. Гравитация бывает нетрадиционной. Гравитация – это непреложный закон природы, при котором любой предмет притягивается к центру Земли. Сексуальная ориентация – это непреложный закон природы, она называется сексуальная, то есть половая, при котором лица одного пола притягивается на другую полу. Поэтому сексуальная ориентация бывает только одна. Она не может быть нетрадиционной, даже не может быть нетрадиционной гравитацией. Понимаете? То есть, нет, я согласен, что люди по-разному представляют в зависимости жизни, но это не ориентация, это либо болезнь, либо это извращение, либо это приколы, либо наскоро. Вот, но это не ориентация. Не бывает не традиционной ориентации. Я с большим уважением отношусь и готов абсолютно признать, что люди имеют право на все, что они хотят в свободном обществе, но я против того, чтобы моему ребенку внушаю, что это норма, и что это все на все. Видите, что такое? Ведь все нетрадиционное у молодежи вызывает интересы. Молодежь любит нетрадиционно одеться, нетрадиционно питаться, они любят нетрадиционную музыку внеформатную, да? И, соответственно, как только ты говоришь о нетрадиционной реакции, вы знаете, что уже всерьез молодые люди по российскому телевидению, которые вы, к счастью, не смотрите, начинают обсуждать, что оказывается главный вопрос. Вот у нас есть такая программа «Камеди Клаб». Это такие молодые ребята, очень хамские и довольно смешно шутят. И вот один из них, у них реверна тема. Главный вопрос, парень задает, который ты задаешь себе, начиная с 15-ти, с 14-ти и там до 19-ти. Я гей? Или нет? Я гей, или нет? Я не гей. Случилось? Я не гей. То есть, понимаете, вот они уже привели людей до того, что там любой, там, я в этом не умрел, ему там 15 лет. Вот. Вот я так себе предполагаю, что он сейчас ходит и задает себе вопрос. Он гей, или нет? И как ему это понять? Ну, говорят, школу надо учить. Вот, понимаете, да, вот, знаете, да, вот. Сегодня поговорим о любви. Крови. Да. Вот. Поэтому не ищите середину. Ищите позицию, которая вам приятна и интересна. Вот. Потому что, вот меня спросили про те какие-то моральные принципы, которые есть природой в своей журналистике. Я всю жизнь, поэтому я своих студентов учу этому. Я принцип один – не врать. Не обязательно говорить правду. Правды вообще не существует. Есть некая позиция, есть некий набор фактов, в котором ты располагаешь. Это твоя правда. Ведь смотрите, что такое правда. Вот, 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 скажем, я работаю в этой газете. Вы работаете, я ездил в Москве, вы живете в Минусе. Мы с вами оба стремимся к познанию истины, да. Истина, скажем, там, вот так. Истина, как учится философия, не постижима, да. Вот вы, например, философия. Истина не постижима. Так учат все. Не читая знания, которого, говорят, не было, не важно. Вот это шестерня. Вот. Вот. Значит. Истинно не постижима. Но мы стремимся к тому, что нас к этому призывает вас профессиональный долг. Если вы стремитесь честно к познанию истины, и я стремлюсь честно к познанию истины, но вы вот оттуда и отсюда. Каждый идет своим путем. И вот в каждый конкретный момент познания истины у вас одна правда, а у меня другая. Они могут быть прямо предположены. И на этом строится ток-шоу. Именно на том же споре два человека, которые искренне хотят приблизиться к истине. Но я считаю, что вы их неверным путем, а вы считаете, что я их неверным путем, понимаете? Но при этом каждый наш спор приближает нас к познанию истины. Вот больше такой правды. То есть им нету. Но тебе приятно слушать, когда видишь, что хочешь. Вот поехал наш человек на Украину, он осенимает то, что происходит, и он не пытается понравиться Путину, понимаете, там никому еще, потому что Путина все равно плевать на этого журнализма. Вот. А он пытается узнать правду, пытается его сказать людям. Понимаете? Вот он видит, что у него своя позиция, у него появится русского человека. Когда вы видите, что русских обижают, ему противно. Никто не будет осуждать журналиста, что когда будет война, он на стороне своих. И он приехал в объем. Я говорю, вот, значит, такой же был круглый стол. Я говорю, вот была, значит, с грузинами у вас война, раз, что да, и вы, значит, это самое, были, нарушили все законы журналисти и были за своих. Я говорю, война. Я говорю, моя страна воевала, с другой стороны, с грузией. Мы с ними воевали. Это же смешно, я говорю, вы же воевали. Я даже не беру сейчас первый начин. Все-таки они, ну, там, сложно. Не будем сейчас это даваться. Но была, несколько дней шла война, во время которой российские войска, да, воевали с грузинскими. И я был на стороне российских войск. Потому что я российский журналист. Понимаете? Я не могу ставить под сомнение, что наших солдат убивают правильно. Ну, как это можно? Тогда какой я, по черту, думаете? Мне надо выслать войну. Грузию, например, поджили там. Если ты не читаешь там. Ну, вот, как. Поэтому должна быть позиция всегда. И в той же самой войне, пока мы воюем. Я считаю, это же наша правильность такая. А грузины считают, это же грузинская правильность такая. Чтобы война закончится, давайте поговорим. Давайте разберемся. Ну, вот. Поэтому, вот мой главный принцип. А что касается... Ну, есть... Мне гораздо проще вам сказать, как с профессиональной точки зрения. С профессиональной точки зрения, нужно, чтобы новости были, как минимум, двух не ссылающихся друг на друга источников. Нужно, чтобы новости были взвешенные. Нужно, чтобы вам не предлагали ответы готовые. Чтобы вам предлагали вопросы. Телевитные должны вообще, прессы должны задавать вопросы. Ставить вопросы. Понимаете? Не предлагать решения. Нельзя. Если вы предлагаете решения, это уже, в общем, это уже то, что мы назовем пропадание в плохом смысле. Понимаете? Когда мы говорим, вот это так, вот это так. А вот это надо понимать вот так. Вот Путин сказал вот это. Это значит, что он хочет нам ввести войска. Говорит. Не надеюсь, что он хочет. Вы не знаете, что он хочет. Он, может, сам этого не знает. Вы скажете, что он сказал? Говорит, пускай думают. Когда он это сказал в последний раз, то он сделает вот так можно. Вот. Что касается того, что наши и американские отличаются. Они не очень, на самом деле, отличаются. Ну, может быть, я слишком профессионально это смотрю. Вот. Но тупая пропаганда и наша, и их, она, конечно, сильно отличается. Но тупая, она никому не интересна. Вот. И вот, в общем, серьезные люди, которые задают такие вопросы, как вы, они тупую не смотрят. Понимаете? Пропадание. Извините, я вставлю свои приступы. А сами факты отличаются? Факты, ну как? Да. Потому что, да, факты. Потому что одни берут одни, другие берут другие. Но вы знаете, на самом деле, как только вы видите. Значит, смотрите. Когда идет вот, недаром сейчас все говорят, что мы приближаемся к холодной войне. И вот этот самый Керри, кстати, гаденыш, этот американский, он попал на придурок, на самом деле. Мне жалко Лаврова. Который, ну, один из самых интеллектуальных вообще людей в политике. И он приходится разговаривать с идиотами. С клиническим придурком Керри. Который, по-моему, английского языка не знает. Не знаю, не то, что понимал в политике. Вот. Который сказал. Ему сказали. Это правда, что будет холодная война? Керри сказал. Конечно. И вот это очень хорошо, потому что работа нашего вероста в условиях холодной войны гораздо интереснее. Который идиот. Это вот цитата у Владимира как заявил. Я даже буду говорить по своей семье. Вот. Понимаете? Когда нету холодной войны, то смотрите, то факты приводят одни и те же, но по-разному трактуру. Понимаете, да? То есть, скажем, там где-нибудь, скажем, где-нибудь там на Украине, вот есть русские, и вот они русскоязычные. Скажем, мы их называем русскими, а они их называют русскоязычными. Трактовочка, да? Вот. У них, значит, очень мало, мы говорим, у них очень мало возможности учиться в школах русских, потому что за прошедшие там 15 лет было закрыто там 15 тысяч русских школ. А американцы говорят, смотрите, раньше Украина была частью СССР, и у них было там 250 тысяч школ и практически все были русские. За прошедшие 20 тысяч лет они все остались. Всего 15 тысяч закрылся. А с ними все остались. А эти там. Вот. Разная трактовка одного и того же факта. Разная мышца веры. Это когда нормально. И вы можете просто посмотреть то, посмотреть это, и вы поймете, что где-то то, что вы хотите, оно где-то посредине. Значит, идет нормальный процесс, значит, там бодание этих самых политиков, да? Когда начинается холодная война, не дай Бог, горячая, то то, что еще вы видите, они просто не видят фактов, понимаете? Мы говорим, на Майдане убили 15 ОМОНовцев, а они, говорят, на Майдане убили 15 ополченцев. Мы говорим, им стрелять в грудь, а они стрелять в спину. Все люди с дырками в груди, мы с дырками в спине. Ну и вот как это говорит, да? Или с теми же самыми этими захватами, да? Когда захватывали здания в Киеве, мы об этом кричали и эти молчали. Вот там, вот народ, народ по улицам ходит, ходит в свободе. То, что народ там убивает, грабит, насилует, захватывает, ворует. Это они молчали. А мы говорим, теперь, когда то же самое происходит на Востоке, мы говорим, то же самое. Фактически, а что еще можно сделать? Ну они же, везде они и держат. То есть народ протестует, да? Мы молчаем, то есть по нашему представлению, значит, их самые несчастные люди, они ждут, ждут какой-то, значит, мистической атаки этого батальона смерти. И поэтому, это правда сектора, и поэтому они, значит, там, на всякий случай занимают здание милиции и там сидят. А они это называют, значит, захватом, терроризмом, экстремизмом и так далее. Вот. Поэтому, поэтому, чем сильнее расходятся вот эти вещи, тем, значит, просто ближе к состоянию войны, там, холодной или какой. И здесь, естественно, надо принимать сторону. Когда война, вы должны начать строить, значит, вам интересно, понимаете, какое дело. Вот. Потому что, скажем, ну вот, если вы просто общаетесь или спорите с мальчишками с соседями двора, то вы можете сесть, спорить, там, сговаривать. Но если идут стерка на стенку, вы должны решить, да, либо не было в этом дворе, либо в том дворе, и... Иначе не получится. Поэтому, поэтому, вот, другой-другой способ. Дребно следовать с одного направления, не зная истинно как-то некорректно. Понимаете, какое дело? Ну, как мы уже сказали, истинно-тонально притяжимое. То есть, ну, истинно вы никогда не узнаете. И если вы не находитесь... Вообще, я, знаете, что понял? Я понял вот в последнее время, что правду об исторических событиях можно узнать на протяжении нескольких часов после того, как они произошли. И желательно быть вот так. Потому что уже через несколько часов начинается легендаризирование, переписывание, растушёрование. Историю пишут победители. Вот. И победители всегда... Вот давайте с вами встретимся через шесть лет, когда будет понятно, кто на Украине победил. Посмотрим, как будет преподноситься. И причем все с этим согласятся, включая Москву. Через шесть лет, если победит в этот самый Киев, то Москва все это уже немножечко пройдет. Скажут, ну да, там это было, какие-то кое-какие перегибы, но в целом это была победа народа, готовить сверх, значит, ненавистного Ющенко. Вот. И, значит, Украина пошла европейским путем, да? Да, Юмурдович. Да, Юмурдович. Да, Юмурдович. Да, Юмурдович. Да, прошла европейским путем, стал нашим нормальным партнером и так далее. А победителем, в принципе, вот так оно и происходит. Поэтому, если вы говорите правду, вы должны быть там. Вот в чем прелесть журналистики? Что она позволяет тебе быть там или, по крайней мере, там твои корреспонденты, с которыми ты говоришь. И ты очень многие вещи знаешь, скажем, с тем же, как Нагорку Карабаха на пол. Понимаете? Ну нет же правды. Нет никакой там правды. Там это столетие продолжается. Я был человеком, который с двух сторон не имел людей. Оттуда и отсюда. И у меня просто башку сносило каждый день, когда я это буду иментировать. Потому что резали конкретно сотни друг друга, ссылаясь на документы там типа до Христовой эпохи. Что уже тогда они впервые начали делать. Ну и что эти направления там правды? Не спросите. Если ты армянин, то азербайджанцы. Если ты азербайджанцы, то наоборот. Так что вот здесь я... Попробуйте взять и разорвать всю Нагорку Карабаха. Почитайте книжку. И попробуйте. Для себя вы понимаете, что невозможно. Если вы не армянин и не азербайджанец, то будет вам не нужно в этом забираться. Какой ему разница на самом деле? Какой вам до этого делать? Был конфликт. Сейчас он более-менее не улегся. Дякую.